Что же, всем привет, с вами мир G74, и добро пожаловать на третью часть прохождения игры Montyblade Warband. В прошлой части, как вы помните, мы, как часть до 15 уровня, выполнили некоторые квесты, и тем самым, Норд нас зауважал, да. В этой части, как я и обещал, будем участвовать в турнире. Для начала, знаем, где именно сейчас будут турниры проходить. Мирозаперто, надо еще подожрать чуть-чуть. Сейчас идет рассвет. Так, никто не понимает, да, что это сейчас происходит, но некоторые понимают. Нажимаете, то есть, зажимаете пробелы, и у вас, само по себе так будет. Время идти, даже если вы будете стоять, хотя, тут написано пауза. Нажимаете пробел, нет паузы. Ну что же, идем, увидели, Ярл Геральт тут есть. Ведьмачок наш, наименитый. В нескольких городах сразу же происходят турниры, но я выберу только один. Чаще всего знакомые, лучшие для себя. Это в тере могут быть турниры, могут в самом Саргатеве даже происходить. Но тогда бы тут сверху, выше направится замок, торчала бы надпись «Участвуй в турнире», что-то типа этого. Что же так долго бросится-то? О, конец. Тихо-тихо. Сайдут, нужно бои посмотреть. Так. Транимное обещается в Суно, Верчик, Ревочек, Дерем, Энаро. Верчик далеко находится, Ревочек, Дерем, Энаро, это вообще, по-моему, другие города. Суно, это вообще и свадо, по-моему. Ну что же, думаю, Верчик из Стука направится. Хотя, давайте-ка подеремся, может, удача блеснет нам. Чтобы дракова была не скучно, я объясню кое-что вам. Сейчас, когда начну именно драться. Отлично, я еще с луком. Ну, я так не делаю, по-юго. Все на меня, конечно. Да, это... Это было тупо, скажу вам. Хорошо, что я не заплатно дерусь. Обычно со стрелом мне нормально получается, но просто мне навык лука плохо прокачат. Я ни разу не проигрывал. Ой, то есть, я давно уже не помню, что тут говорили. Ха-ха, вот так синяки у вас. Не расстраивайтесь, каждое время это не достается. Конечно, лук дали. Давай, иди держись, когда на тебя целый народ нападает. Посмотрим, как ты выживешь. В общем, вот такая новость. Спрашиваете вы себя и меня, что это означает прохождение. Ну, ты был это варбанг, когда тут нету сюжета. Ну, вначале тут, конечно, такой квестик есть. Поучительней, так сказать. Хотя обучение тут вначале есть. Блин, а что под лагерь так? Все. Не, наоборот, что-то не видела. В общем, есть такая фишка здесь, что можно стать мятежником и захватить все земли Калерадии. Один. Ни за какую страну не драться. Просто у нас еще и хп мало. И силы, и дребкового оружия. Ну, в общем, рановато но так драться. Как же я в турнире-то буду участвовать? Это будет капец. Давай с цеховым мастером поговорим, что ли. Короче, я понял, это гельмастер, или как их там называют, на улице, который гражданчик, как я и говорил, старейшина города. По названию цеховый мастер, я думал сначала, что это, типа, кузнеца, что ли. Ну, а по одежде и то, что тут он около какого-то домика стоит, это Саша, понятно. Вот, день. Так. С ней такой работают. Вообще-то он уже надежный человек, шик разгонников. Прихитила дочь моего друга, и теперь требует за нее укуп. Ой, как я не люблю эти квесты. Хотя, если вы хорошо медитраться, и у вас уже есть некоторое войско, можно будет не выкупу, дать деньги еще, забрать девчонку, а сразиться, убить всех, забрать девчонку, и там бесплатно. За это, по-моему, больше опыта и репутации. 120 дней. Но подразчет не помешает. Поселение ведь, а... Они вечно около деревень, где-нибудь там. Шастаются эти ублюдки. Тоже направляемся сюда. Торпот, они гандиты, ожидающие выкупа. Бежим прямо на них, щедро и храбро. Вот тут написано, типа, сообщение, что происходит в мире Кольрати. Так, по-моему, там один. Сначала пусти девчонку. Пусти девчонку, козел. Нет, там, конечно, что-то не написано. Их 28. Что же, приличное часово, скажу я вам. Главное лучников снести. Конь есть, это уже хорошо. Я когда первый раз играл, я вообще... Один сразился против пятерых садников, честным словом говорю. А тут они все на конях. Что же, это будет посложнее. А, ну не все. Это она. Вам не дайте им загнать в угол себя. Блин. Во-два-й. Все равно попадут кожел. О, нет, у нас одного обушили. Глядь, не гоняюсь. Они несколько гоняются. Так, я не могу. Млохо я все равно прокачан для битвы со стойкими вот войсками. Блин, ну капец, у меня еще только и делают, что глушают. О, нет. Простите, еще раз, дорогие друзья. Опять. Такой ноутбук. Опять он упустил, все самое интересное. Мы уже тут всех перебили. Ну, вон, убегают некоторые. А это наши. Все мы победили. И вывод. Наши четыре ранены, двое ранены. Утого у нас всего шесть ранены, все ранены. Это хорошо, вылечится. Так, фукает трень. Ну, господин, большое спасибо, что спасли меня, вы вернете меня домой. Хотя, пусть вторуху я бы не взял. Всех захватываю. В таверне есть такой продавец. Почему в пленах можно продавать, чтобы он там на деревне их отправлял, там, щербами работают, типа, что ли. Того у нас уже есть. Тури. Новцыкие войны, например, как я одеты. Нигирские. О. Я не понял, где идти у войны, что-то запутался. У меня еще старые вещи. Нигирские. Когда я уже получу нормальный лук. Я там, в общем, четвертого уровня максимум могу носить. Лучок-то. Ну что же, какой я тактики соблюдал. Просто главное, надо бегать и бить, бегать и бить по коням. Что же, поправляемся к цеху-демастеру. Я думаю, что король действительно был прав. Мне еще родновато ставать его вассалом. Когда я еще с бандюками нормально не буду сразиться. Когда уже хотя бы со всякими разбойниками буду просто их выносить. Только тогда уже можно будет потихонечку и швой намедраться. Я еще вообще мало что сейчас могу делать. Сейчас это заодно и проверим. Поучаствуем в турнире. Первонтрой биться в верчуге. Ну, давай же. Что это за фигня опять? Во, наконец. Так. Турнон, наверное, мудрый год дочь. Я не по-долгу требуем, чтобы от вытерства. Срединар будет, конечно, недостаточно. Это все, что у меня есть. Мы вдруг хотим бы дать больше. Но ему пришлось заплатить выкупы. Это откосило его дела. Во. Увеличилось, по-моему, да, на 2. Мудрый год увеличилось. Отправляемся в верчуг. Так, он, по-моему, вот он, да. Мы отправляемся на турнир. Принять участие в турнире. Так, участие в первом круге турнира, в котором осталось все четыре участника. В следующем кругу будет четыре команды с шестью бацами. Каждый. Утого здесь силу, ну, шесть кругла. Давайте поставим ставку 50 динайеров. Какой тут список? Ох ты, блин, тут у нас лордик участвует один. Стропа оружия. Некоторые бабы есть, сырой боец. Вот все участники. По-моему, некоторые из них это наши бойцы. Вот он, я, вот, я ирья. Еще градус какой-то. Наверное, NPC какой-то. Смешаться. В следующем круге. Чем больше ставку поднимаем, тем больше у нас будет денег, когда мы выиграем. Мне показалось, смеченый его, он убивает. Что-то по праву кидаешься. А, фух. Двуку понять, кто из нас, наши, кто. А, цвету одежду можно пронять. Вот так вот надо, чтобы не целым народом на одного нападали, а по частям. А, колотите его, колотите. А, его топором забит. В атаку. Их четверо у нас. Трое. Ахаха. Как это тупо у них было сейчас. Ой. Вот и все. Победа за нами. Я был поражен, когда двое так проиграли быстро. Ставочку поднимем на 50. Их четверо у них будет лорд участвовать. Будет сложно, когда у них будет лорд участвовать. Лорды это капец, не знаете ли какие-то сверхсильные они. Это уже вам не посты, разбойники или придурки, которые сейчас против нас дерутся. А, давай. Двухсторонного. Я опять один остался. Ставим ставку под конец. Уже будем побольше на сотку ставить на себе. Третий круг пошел. Осталось 16 участников. В последнем раунде, как я понял, будет участвовать в лорд. Блин. Вот он не нападал, а у этого приборка было. Видите, хоть сейчас сделаю какой-нибудь прием, который мне раньше получался. На! Видели, я полегнул. И не лошадку треснул. А этого челобучка. Что ж такое? Самое интересное, мистика прощитила. Как я справился, вы не поверите, но... Каждого я с одного раза грохнул. Вы видели, да? Там все дохлый, я аж офигел. Там конец мне, это и был третий круг, шесть, четвертый. О, ставочку пока не будем поднимать, давайте уже. 50, опять. Так, 8 участников осталось. Будет три команды с одним яйцом в каждой. А! Знаешь, что я сейчас буду... С кем я буду? Давай-давай, подойди ко мне. Ну, брошить ранило и меня чуть-чуть. Голен, топор такой мелкий, но радиус удара слабый такой. Тойди ко мне. Мужчина идет на серона. Фигово как-то, что-то я у него попасть не могу. Достал уже. Вот и все. На, 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 скотину. Пятый круг. В завещем круге будет двое. Команда с одним яйцом, каждый. О! Итого остались вот кто. Могу поспорить, что я сейчас буду с Яр, с Лордом драться. С самим Лордом. Да, это Лорд. У него замах посильнее, и он сам быстро бегает. А это будет ветеран был, нифига себе. Да еще он круге будет, и команд с одним бойцом в каждой. А, сестра Парусу осталась. А куда я рубился? Не, ну сейчас однозначно повышаем ставочку. Бабу-то я уж порву. О, конечно, особенно, когда мне на лошадь пособили. Смотрите, она пробилась в финал, с самой дерется, как и я. Дура какая, хорошо держалась, значит. Ого, хорошо. Он получил динары. 200 плюс 2230, за то, что ставки поднимали. Выиграли турнир города Верчек. У вас наполняет города еще так-так-так-так-так. Человек и такое, еще у нас стали прославленной. И целовек, ну, отношение повысилось. Мы отправимся в замок. Кстати, вот бабы, например, вот, жены или сестры лордов, они чаще всего бывают этими болельщицами. Ну, просто участвуют. Ну, просто смотрят на турнир, видели, да. И если они нас увидят, то могут сказать, о, я вас знаю, я вас видел там. Леди 3А. А, вы должны быть Иван. Недавно мы имели доставить ваши подвиги на турнире, я же говорю. Вот, вот, такими вот. Короче, как сделать, чтобы выйти замуж за... Ой, я что я сказал? Жениться на бабе. Нужно повышать снеотношения там. О том, чтобы отец лорд этой дочери согласил, чтобы мы женились. Или же сбежать от согласия этого отца. И пусть вместе с ней будет жить в каком-нибудь городке. На этом надо быть самим лордом еще. Так, мне нужно, наверное, не шанс лордом. Нет. Кто она? Я, жена, Илья. Матерова был. Мне такие бабушки не нужны. Не молоденьких надо. И чё, это старика мы есть, что ли? Где на пенсию пора? Ты старший Рагнар, ё-моё. Мы знакомы, так, скажем так. Да. А. Эти самодовольные придурки хотят, чтобы я выполнил для них один квестик. Когда там? А, скоро прокачаюсь. Шесть штук где-то опыта надо. Ну что же, мы выиграли в турнире, отлично поучаствовали. Так, конечно, с локом бандитов. А я чё, знаю где-то, увижу, че их тупое. Даже не сказали где. Кстати, на фермеров нужно напасть. Ох ты, блядь, бандиты. Но их тут лорд, видите, бегает, разгоняет. Что-что подлагивает. И так, взглянем на картофель, взглянем. В каждой страны три города. И в каждом городе мне максимум надо, чтобы были они к нам отзывчивые, бестеприимные, если бы такое. Слышите, чё ты? Так. А. 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 Сказанность персонала, что Сухосери, честь и три боевой дух отряд принесли, хорошо. Максимальная численность отряд 56. Посмотреть успехи его хорошо у них, нет. А. Где мне... Суме, тут швейки. Посмотреть, соответственно, у меня спутника. Посмотреть данные численности отряд, посмотри... Нет, 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 не то. Вот. А, с собой тут фигу, очень написано. Ничего не пойму. Ну, вот, северное коронавирусство. Фигня. Так мелкая. Написано. Прошлите. В трех городах надо иметь это хорошее отношение. В Тирии, в Сарыкиннии уже, по-моему, достаточно хорошее. В Верчиге вообще нифига. Один только. Это надо разговаривать с бидмастером. Выполнять у него несколько заданий. И все. Три города... Основных... Фракции будут дружелюбны к нам. Это значит... У нас напали бандиты, да. Да, бывает так, ночью нападают... Продержные ублюдки. Не хочет что-то вытаскивать. Ух ты, блин, мы пристроились к козлы. Упо это зашкаливает у меня. Стрелки, они вообще подонки. Я не хочу еще что-то вытаскивать. Подождите. Стрелки. Читаем. Все еще ищем. Какой черт. Читаем. Все еще еще. это какой-то уж не банит два пара и камера куда не сдохнешь шум и шумбанули У меня рочи не 106. Сколько у меня уже стрелял в щите. Сейчас я бы вообще убью. Развелось сранье. Этихо. Да. Угу, деньги с них сотрал. Но тут, говорится, якобы их как будто наняли что-ли. Не пойму. Ну конечно ночью куда-то ему не шел. Куда вышел-то я с мастером-то хочу вообще-то поговорить. Не дай бог нападут опять. Так же дали им в итоге. Не, ну вы наверно пони, да, тут квесты повторяются, бывает. Конечно бесит. Но есть квесты, которые иногда нравятся и охоты их повторно проходить. О, хорошо, молоденький практически до цеха у мастера-то. Я за работой пришел. У нас дошли слухи, что у меня не снеги на запад. Такие дорогие зву-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Ну, это варблан с модиком еще. Так что я что-то не знаю, если честно. Ну если бандиты. Так, я нашел убьющие пиратов. Вот она. Ну так же тут. Как когда мы первые самые квест выполняли со спасением брата, здесь то же самое. Проникать без коней будем. Но это не будет мешать. Все в атаку. У нас есть, конечно же, раненые, но некоторые увеличились. Впереди идут вегирские новобранцы. Те, что по боеве выглядят, это наши. Молодцы. Чаще убиваете и больше будете прокачиваться, я быстрее выполню квест. так тупо сделаю. Что это? Стреляй, расстреляй, я давно таки хорошо. У меня, главное, никого не остается. Но я сейчас стою на месте нашего шарматиночка. Так, кто-либо. О, новые появились. Что ж такое? Что ж такое? Лук нравится. О, черт, он новобранцев убивает. Кослина. О, черт, он новобранцев убил, что теперь мне делать? Ух ты, блядь. Давай-давай, держись, норфский лучник. Все, мы победили. А нет, еще он. Блин, лучника нашего мучат, его нафиг сейчас убьют. Поздно. Что ж, квест тут можно считать проваленным, хотя нет, есть еще один шанс. Какие у нас вегера взять? Да-да-да, может не ради. Победа. Не дай бог, мне за это дадут вообще маленький динжатор. Ой, репутацию маленькую. Батя поменяю на подорожную. Так, ну этого уже хватит. Так, уже один штук у нас. А я думаю, что тут уже и потихонечку покупать. Верчик. Так, хвастаемся. Так, не понял. Такс. Ладно. Зайдем в таверну сейчас. Узнаем. Так. Что ж, благо бандитов. Ага, я... Илья выполнил квест, то есть, ему надо доложить. Ясно. Так. Чеги он... Вот, то есть здесь может быть. Что за брундок? Вот это МПС уже. Это тоже МПСшка. Маёмник. Внимать, конечно, это дороговато, но... Что ж поделаешь-то. Так. Это МПСшка. Так. Это МПСшка. Им... Им можно помочь восстать против королей. Но я никому не собираюсь помогать, а пока что сам по себе. Дальше стану за нордов. Чуть благодаря им прокачаюсь. Максимум до высокого уровня. По захватываю земли. По тому же... И... Я выступлю против них. Так. Раскаран. Хочу прокачать себе одну фигуину, которая быстрее вылечивает рана у нас и у наших людей. Вот, по моему, остальному уровню это на экскурсии. Зачем траву застанет 20%. Отлично. Так. Для ВКВ прокачаем себе... Так. Отлично. Отлично. Это... Я друг здесь. Значит, мы с ним по 8 сейчас отношения. Что-то и есть хорошее. Ну и заплатит, думаю, на... Ну... Максимум 1000, могу, в оплате. Я не думаю. Ну... И 500, может быть. И... В следующей части этим я и займусь. А на этом я, пожалуй, уже закончу. Итак. Всем спасибо за просмотр. Кто смотрел эту часть своему РШ-74, подписывайтесь на мой канал. Я уже в этой части рассказал вам, в чем смысл моего прохождения, почему я его именно так называл. Всем удачи и пока.